Виталий Пушницкий Когда я готовил интервью для вас, я понял, что мне в этом поможет Джозеф Кэмпбелл. Он написал такое произведение, называется «Тысячеликий герой». И он там разбирает концепт героя, который является архетипом для разных культур. В нашем случае мы будем двигаться точно так же. Сейчас вы почувствуете сюжет. Я чувствую себя уже неподготовленным. Отлично. Теперь мы вместе в одном положении. И первый вопрос у меня, с которого началась ваша жизнь, наверное, в какой-то степени социальная. В какой семье вы выросли и кто вас воспитал? Я вырос в советской семье, как и все в наше время. Но зато в полной. Кто меня воспитал? Как сказано в одной африканской пословице, чтобы вырасти человека, нужна целая деревня. Я думаю, меня воспитали разные люди. Каждый приложил к этому руку. Нельзя сказать, что кто-то меня воспитал. Ну, в разное время мы кому-то учимся. Кто-то учит тебя куличики строить, кто-то ходить, а кто-то разговаривать, а кто-то думать. Ну, я думаю, на этот вопрос я не смогу ответить. Просто есть люди, которых я очень ценю, и они внесли гигантский вклад в мое развитие как художника. Здесь как бы несколько проще ответить. А в целом, конечно, меня воспитало много людей. Да и сейчас. Вот мы сейчас сидим, а я вот, можно сказать, воспитываюсь. Не знаю, как, но крыша. Ну, предположим. Ну, а среди ближайших родственников, кто большее влияние на вас оказал все-таки? Из родственников? Да. Отец. Дядя мой. Младший брат мамы. И двоюродный брат, который недавно умер. Он тоже был художником и поэтом, и писателем. В общем, он был прекрасным человеком. Вам нужны имена, фамилии? Интересно, что самое главное у вас, например, отец ваду? Мы отцом ограничимся. Главная черта, которая у вас отца. Терпимость и мягкость. То, что он всегда ко мне испытывал, это терпимость и мягкость. Не могу сказать такое слово «простой любовь», потому что каждый по-своему понимает слово «любовь». Но, безусловно, в ней была любовь. Но просто любовь бывает суровая, бывает справедливая, бывает несправедливая. А он был мягким и терпеливым. И это мне очень нравилось. А как начался путь именно ваш, как артиста? Хорошее слово, как артист. Я подготовился. Как художника. Ну, все-таки вы же самовыражаетесь, и это самовыражение. Как художника, как вы могли бы сказать? Самовыражаюсь. Хорошее слово, самовыражаюсь, да. Трудно сказать. Можно попытаться покопаться, но это, наверное, будет занудно и долго. А можно отшутиться, что будет поверхностно и глупо. Вот какой нам путь выбрать? Даже не знаю. Но по формату, наверное, придется отшучиваться. Кому нужен глубокий самоанализ? Ну, скажем так. Все дети рисуют. И все дети прекрасные художники. Я вот... Было время, когда я после института пошел работать в детский сад. Когда не было средств к существованию, я в детский сад ходил. Вел кружок рисования с двух с половиной лет до пяти. И это был прекрасный пример про то, как происходит некое образование людей в творчестве. Ну, так, со стороны. Потому что я не считаю себя педагогом глубоким. Но, в общем, это было интересно наблюдать за детьми. Я поначалу думал, что вот есть талантливые дети и неталантливые, да. И давал какие-то задания. И дети по-разному их решали. И кто-то мне больше нравился, кто-то меньше. А потом понял, что они постоянно меняются местами. Кто-то талантливый. А потом другой. А потом третий. А потом они... И я никак не мог понять, кто же из них талантливый. А потом я понял, что они это делают каким-то чудесным образом. Они просто проявляют это и все. Вот попадает или не попадает. Вот. И... О чем был вопрос? Вы ответили. Вы ответили. А что стало для вас вашим зовом? Заниматься тем, чем вы занимаетесь до сих пор уже на протяжении не одного десятка лет. Ты меня пугаешь. Сколько же десятков лет-то? Ну, сколько-то там. Не один. Не один. Да. Что было с зовом, да, говоришь? Так вот, никакого золота нету. Просто дети рисовали, но большинство детей останавливаются. А я просто не остановился. Просто все там где-то между семью и двенадцатью где-то заканчивают и начинают чем-то другим заниматься. А почему? А вот я не знаю. Вот, может быть, становится интересно что-то другое делать. Или просто неинтересно рисовать. А я как-то так рисовал, рисовал, так рисовал. Так все, и все, и не останавливаюсь. Так все, и продолжаю. Вот. Просто ищу новые понимания этого процесса для себя. А с зовом? Не знаю, что может быть с зовом. Все что угодно. Вот наш разговор с вами, например. Или вот оператор. Или даже камера прекрасная такая. А к чему Виталий Пушницкий того времени, в тот период детского сада стремился? То есть что было для вас, вашим святым граалем? О боже мой, я же не помню. Я уже не знаю, каким я был. На самом деле, в некотором возрасте я начинаю уже сомневаться, что мы один и тот же человек. Я подозреваю, что вот Гумилев, я тут недавно наткнулся на записки Гумилева, где он утверждал, что он, во-первых, не верит, что мы смертные, что мы, естественно, бессмертные. Ну, это как-то нормальный такой вывод многих людей. А второй вывод, что у нас не одно тело много в одной жизни. Я тоже пару лет назад испытал довольно острое чувство, что я не помню, что я и ребенок это было одно и то же. Это были разные люди там. И эти разные люди уже, скажем, было несколько этих разных людей. Ну, естественно, мы все думаем, ну, тело-то одно и то же. Ну, просто ты вырос, и поэтому ты просто забыл. Ну, это можно так себе уговаривать, в принципе, о чем угодно. Но есть такое твердое чувство, что в какой-то момент один человек в одном месте, и, может быть, даже ты его совсем не знаешь. А тут другой уже человек. В какой-то момент произошла подмена этих тел и этих людей. Есть какие-то фрагменты памяти, но мы точно так же можем помнить какой-то кинофильм и думать, что мы знаем, о чем там речь, потому что мы это видели. Но мы же четко разделяем, что это кино, а это мы. Так же вот иной раз про себя думаешь, что это я, а это он. Кстати, сейчас довольно много фильмов на эту тему вышло. «Петля времени», например, когда два героя разных играют одного и того же человека в молодости и в старости. Ты не смотрел на тему? Я помню, да. Помнишь, да? И даже молодой пытается убить себя старика. Ну, это вообще холистический такой подход к жизни. Я, наверное, мне это интересно. Он сейчас набирает обороты. Вот, когда вы воплотились в том теле, в котором вы есть, какие убеждения и установки мешали вам больше всего расти и двигаться? Наверное, вы можете перечислить просто самые яркие. Всегда много, но для вас это... Что были за установки, убеждения? Которые мне мешали расти? В советской семье, да. Советская семья ведь тоже, наверное, повлияла. Прежде всего, всем нам нужна среда. Нам нужна среда, в которой мы должны расти. Если нет среды, ты не можешь расти. А среда — это люди. Это правильные люди, которые могут тебе сказать правильные слова в нужный момент. Это харизма этих людей. Более того, даже и слова не нужны. Нужна их сила, которую они как бы отдают. В какой-то момент каждый из нас, я уверен, что каждый из нас может быть учителем для кому-то. Потому что есть время, когда ты набираешь силы, а есть моменты, когда ты эту силу отдаешь. И кому-то вдруг нужна эта сила. И вот если ребенок, например, или молодой человек, ну, находит среду, в которой проистекает эта сила, он может ее черпать. Вот эта вещь его развивает очень сильно. Потому что он начинает думать, он начинает открывать для себя какие-то истины, и это его толкает. Ну вот, и я помню, меня точно так же это двигало, именно люди. Больше ничего. Я сам себя не мог толкнуть никуда. Потому что я даже не знал, куда. Я не знал, есть ли сила, и куда толкнуть, и вообще для чего я живу, и вообще что вокруг происходит. Просто что-то происходит. А я почему-то здесь. И как-то так примерно жил. Но моментами возникали ситуации, при которых появлялись люди, и говорили мне какие-то важные вещи, и я что-то делал. А было такое когда-нибудь, чтобы эти сильные люди говорили вам важные вещи, а вы их не слышали? Постоянно. Постоянно. Господь все время с нами говорит, каждый день, каждый момент. Просто мы его не слышим, мы не хотим. Ну, во-первых, это наш выбор не слышать, и наше право. Потому что мы вправе ошибаться. Но, как говорится, остальное уже... Каждый скажет, как закончить фразу, да? Я начинаю фразу, а каждый заканчивает, как хочет. И тот, кто знает ответ, ответит. Тот, кто не знает, пускай додумается. А кто... Ну, есть же наверняка человек, который был вашим наставником. Ну, или... Как я и говорил, их было много. Да, было много. Но вот тот, который оказал какое-то... Вот прям сильнейшее влияние. Конечно, есть. И он до сих пор еще живой, и до сих пор здравствует. И надеюсь, еще долго будет жить. И не я один, многие его любят, потому что он многих людей воспитал. И я все время, если кто-то мне спрашивает, где бы мне найти учителя, я говорю, если вам надо найти человека, который вас научит рисовать, и еще немножечко научит думать, вот идите к этому человеку. Ну, я честно говорю, вот этот человек мне многое дал. Мы с ним недолго занимались, всего несколько месяцев после армии. Я пришел после армии с жутким желанием учиться, потому что после сжатия в армии такого состояния, это была хорошая такая накопленная энергия, чтобы с собой что-то сделать. И он мне, в общем, дал правильное направление и сделал правильное действие, и пример, при котором меня это вдохновило на всю оставшуюся жизнь. А вы его когда-нибудь разочаровывали? Или кого-нибудь из своих наставников разочаровывали когда-нибудь? Ну, это же не у меня надо спрашивать. Я не знаю. Ну, наверное, как и любой человек. Я думаю, мы все кого-нибудь когда-нибудь разочаровывали. А вот вы бывали на дне, вот прям, ну, наверняка это с каждым приводом. Ну, вот как в пьесе Горького в какой-то степени. Я больше говорю про сознание, вот, нежели... Ну, и окружение тоже из-за этого формируется. Вот вашим дном что было и как это было? Под такую музыку... Шоу, шоу, шоу. Трудно думать о дне, но... Понимаешь, можно рассмотреть твой вопрос как, например, эмоциональное состояние, а можно как интеллектуальное. Например, если про эмоциональное, то у меня было такое переживание, когда умер отец. У меня мир разделился на до и после. А про интеллектуальное... Не могу сейчас тебе сказать. Не могу вспомнить. Наверное, где-то было, но я сейчас... Я сейчас не готов этот момент вспомнить. Может быть, я его забыл, но он должен быть где-то записан в памяти. Не могу сейчас это вспомнить. Может быть, потому что она стерлась каким-то способом. Не знаю. А ваше отношение к смерти до и после изменилось? Да, оно постоянно меняется. Постоянно меняется? Какое сейчас? Понимаешь, мне кажется, у нас такой формат легкий, а вопросы у тебя такие суровые. И я даже не знаю, как мне на них ответить. Прямо по-настоящему как-то так залезть туда, в этот вопрос? Или все-таки пройтись по поверхности? Как ты предпочитаешь? Я предпочитаю серьезно. Серьезно? Да. Ну, хорошо. Несмотря даже на эту музыку прекрасную, которая там играет, и на этот прекрасный антураж, я думаю, все-таки смерть – это не то, что мы подразумеваем, не то, что мы думаем. Это нечто совершенно другое. О том, чем мы не можем догадаться. Один из учителей, у него ученики спросили, есть ли жизнь после смерти? А он говорит, есть ли жизнь до смерти? Это был его ответ. Есть ли жизнь до смерти? Понимаешь, это, ну, как бы наводит на мысль, на то, что мы все боимся неизвестного, и мы все не готовы к ней. Нет такого человека, я готов к смерти. Ну, сказать можно все, что угодно. Ну, потому что мы знаем, что смерть – это то, что случается не с нами. Поэтому мы ее как бы не боимся. Вот. Но даже, ну, скажем так, на несколько месяцев назад, буквально совсем недавно, умер мой родной, двоюродный брат, который его очень любил. И он умер, он умирал довольно тяжело от рака. И на моих глазах он менялся. И мы говорили о смерти с ним, конечно. И он сказал хорошую вещь. Мы все говорим теоретически о смерти, а я, говорит, уже одной ногой там. И говорю практически. И все равно, даже стоя одной ногой в могиле, и все равно он тоже не знал, что такое смерть. Он не знал до конца, потому что он ее не прошел еще. Даже только когда уйдешь совсем, тогда это все будет известно. А пока, вот. Но могу тебе сказать так. Для мужчины смерть – это самый главный урок. Только смерть нас меняет окончательно и правильно. Все остальное нас расхолаживает. Все остальное делает нас эгоистами, что ли, понимаешь? Чванливыми, безрассудными. Ну, в общем, много всяких вещей. А перед лицом смерти все становится как-то, наверное, спокойнее и, ну, и, наверное, отрезвляет. Когда ты уже забываешь, что нужно накапливать, там, что-то собирать, ты уже хочешь все отдать. И поэтому смерть, конечно, это такая суровая необходимость для всех. Не знаю, смог ли я ответить на твой вопрос? Да, вполне, я услышал. А вот что бы вы наслывали своим самым главным, большим драконом у башни? Что? Всегда герой сталкивается в итоге, он идет в башню, где ждут его сокровища, принцесса, и ее охраняет дракон. Это ты там записал? Это все такие вопросы? Замечательно. Да, да. А что, нельзя симпровизировать? Нет, ну я... Ну ладно. Не все вопросы, я из ни с точки. Значит, что является в башне, где лежит принцесса, где сокровище? Нет, драконом. А, драконом, который хранит вас. В вашей жизни, что является главным драконом? Самое большое препятствие. Страх. Сам к себе? Да, страх. Страх, то, что нас спасает, и то, что нас делает, дает нам тюрьму. Вот у меня страх, конечно. Ежедневный страх от разных вещей, не могу перечислить. Разные. Какие-то волнения, какие-то переживания, какое-то опасение. Наверное, страх. Вы убеждали его? Приходится. Ну, иначе двигаться невозможно. Но это каждый день. Надо избавляться от страха каждый день. Я каждый день начинаю с того, что я прихожу в мастерскую, и мне страшно. Каждый день. Я не могу начать. Потому что я знаю, что все, что я делаю, это не то. А что делать то, не знаю. И я знаю, что я интеллектуально бессилен. В сущности, ты стоишь перед шахматной партией, где ты видишь, что ты проигрываешь. Ты делаешь ход, ты знаешь вперед, на два шага вперед, на три, и все. И ты видишь, что ты проиграл. Но ты не можешь ничего не делать. Ты сам начинаешь играть. И только в процессе игры вдруг случайно обнаруживается какой-то ход, новый, который ты не предвидел. Но страх уходит только во время игры. И поэтому я усилим воли заставляю себя играть, а потом забываю страхи. То есть, в сущности, примерно так. Очень хорошо. Очень сильно. Вы теперь как-то уже все-таки большой путь прошли в своего приключения, да? И еще много пройдете. Но сейчас для вас что стало главной наградой на этом пути? Сокровищем из башни? Надежда, что я обрету веру. Да что? В Бога. Понимаешь, в нашей среде верить в высшие силы, не просто в некие, а как бы в Бога, ну, как-то глупо. И, в общем, как бы даже неприлично. И даже как-то, ну, в общем, мувитон. И поэтому иногда, крайне-крайне редко я встречаю людей верующих, не просто там в рясе, да, например, людей, которые тоже очень хорошие, бывают, очень. И вообще людей много хороших. А где совмещается одно с другим, и поначалу я посмеивался, ну, как бы так, ну, там. А потом как-то со временем начал приходить к тому, что, ну, почему я посмеиваюсь? В связи с чем я считаю себя умнее, чем эти люди? Где доказательства? Я начал, ну, слушать их, этих людей, замечать на них, и смотреть во времени, как эти люди... Я не говорю про всех, я говорю, как бы специально обобщаю, чтобы пальцами показывать. Вот. И мне нравятся те люди, которые... у которых есть опора не в нем самим, в самом, не в его целях, не в его личном достижении своей карьеры, там, и накоплениях материальных, да, ценностей, а нечто большим. Хотя он не отвергает и этих ценностей, а просто вот... это просто сопутствующий момент. Мудрец. Да. И вот это мне нравится, понимаешь? Я вдруг понимаю, что мы не знаем о вере ничего. Мы предполагаем, что мы их знаем. Мы думаем, что вера такая, или сякая, или пятая, или десятая. И нам все время это не нравится, потому что это связано с каким-то предубеждением определенным. Так вот, моя награда вот сейчас стала в том, что я избавился от предубеждений. И я понял, что появилась надежда. И я начал эту надежду лелеять. Потому что самое сложное — это действительно поверить. это... потому что вера — это жертва. Это большая жертва. А никто не хочет жертвовать. Это тяжело. Понимаешь? Это очень тяжело. Это просто взять и отдать. Ну, вот самое ценное, например. А ты спрашиваешь, а зачем? Ради чего? А ведь и так мало всего. И себе же хочется. А тут как бы... И ты знаешь, но вот эти люди, как я и говорю, что нас воспитывают люди, доказывают мне по маленьким шагам, что это несложно, и что это можно, и что это легко, и что это даже приятно. И вообще жить приятно, если ты живешь правильно, все получается довольно хорошо и не страшно. То есть, как бы, понимаешь, получается, что шаг за шагом возникает надежда. Тут я недавно слушал интервью одного морского пехотинца, американского генерала. Ну, такое довольно длинное интервью, но мне понравилось, как он начал. У него была большая торжественная речь. А он сказал, наша надежда заключается утром, когда мы можем застелить постель за собой. Вот я просыпаюсь, я застеливаю постель за собой, и это дает мне надежду, что я проживу день правильно, я смогу и остальное. Понимаешь, это прекрасно. То есть, не я там всех там, а вот я просто застелил постель, я справился с собой, я смог это сделать. Значит, ты с чем-то еще справился. Значит, с чем-то еще. Вот это, мне кажется, довольно просто, но вот объясняю эту ситуацию. Ну, вы теперь можете и сами быть для кого-то, ну, наставником. Понятно, что мы всегда можем быть для кого-то наставником, но я говорю про других художников. Я не знаю, не могу сказать этого. Ну, тут уже, мне кажется, не вам судить. Ну, это не мне судить, да. Это как бы, это либо произойдет, либо не произойдет само собой. Я, честно говоря, думал над этим вопросом, как-то на досуге, не буду скрывать. Мне понравилось одно высказывание, которое сказал хозяин вот этой знаменитой китайской компании, Али Баба. Я забыл, как его имя. Довольно известный миллиардер. Он сам по себе учитель математики. Он сделал крупнейшую компанию по интернет-доставкам по всему миру. Он опередил... Алиэкспресс, наверное. А? Алиэкспресс. Алиэкспресс, да. Али Баба и Алиэкспресс это одно тоже. Вот. И он сказал отличные вещи, что... Молодой человек спрашивал, как нам сделать свой бизнес, как нам развиваться. И он там перечитал, что там до 10 лет надо то делать, там с 10 до 20 то, с 20 до 30 то и так далее, и так далее. И он сказал, что вот с 40 до 50 уже не надо менять ничего. Нужно делать то, что ты уже научился. Потому что то, что ты делаешь, то надо делать лучше всего. А вот с 50 и до 60 нужно заниматься другими людьми, отдавать то, что ты умеешь, другим, потому что они это уже сделают лучше, чем ты. А я подумал, о, прекрасно. Это же моя тема. Но. Помня то, как со мной работал мой учитель, я понимаю, что у меня нет той жертвенной любви к ученикам, той силы, которую он мне давал, вот той бескорыстной честности. Мне еще этому надо самому учиться. То есть я вдруг понимаю, что я не могу ничего дать, пока я сам не обрел эти качества. Получается, что, видать, нет еще. То есть мне надо еще этому учиться. Вот так вот. Ну, наверное, по чуть-чуть можно уже начинать. Ну, вот если, да, начать с одеяла, там, заправлять, то, наверное. Как вы считаете, нужно ли современному художнику иметь бескомпромиссную позицию? Это зависит от того художника. Художник сейчас понятие неясное, на самом деле. Сейчас под художником подозревается все, что угодно. Когда мы определим термин, тогда мы определим и остальные позиции. Человек, который стремится выражать себя так, как он умеет. Знаешь, попрошу не выражаться, да? Ну, что такое выражать себя? Художник — человек, который занимается выражением пластической формы. Это классическая форма художника, да? Человек, который что-то создает визуальную форму. Он понимает визуальный язык, понимает эту форму образования, как это все создается, и может, имея этот язык, как-то высказываться на какие-то темы. Или делая себе какие-то задачи, или решая общие задачи. Это я так максимально широко сказал. Но сейчас мы встретим массу форм, где художник, в кавычках, уже не художник, он уже именно артист. И считают, что он художник. Тогда тут уже понятие размытое, оно более широкое, и оно уже не попадает под форму классического художника. Тут уже надо по-другому решать. Если ты точнее меня спросишь, я тогда могу точнее еще ответить. Ну, наверное, должен ли он защищать то, что он продвигает? Или он... Защищать? Нет, я думаю, не должен. Не должен ничего защищать. Он должен только... Сделать только то, ради чего он рожден. А все не нужно, отомрет само. Нет, я думаю, что защищаться перед людьми, перед временем – вещь неблагодарная. Неблагодарная, нет. Я думаю, не должен защищать. Хорошо. Я помню. Интересно. Ну, вот, если художник потерял веру в искусство, в то, что он делает, искусство – такое очень размазанное понятие, вы сами так говорите, но вот если он потерял веру в то, что он делает, как вы, например, себя вели в таких ситуациях? Это называется «Аккадия». Такая тема называется «Аккадия». Это так называемый... Вот в разных культурах есть разные термины этого состояния. У монахов это называется на латыни «Аккадия», а у православных называется «Полуденный бес». Это самое тяжелое испытание, когда человек теряет интерес к тому, что делает. На самом деле, вот, я некоторое время посвятил этому вопросу, попытался разобраться, в чем же тут дело, и немножко почитал разных авторов. Оказывается, это самое трудное испытание для всех монахов, например. Потому что... Вот Василий Великий писал так, сказал, что вот монах, он отказался от материального, отказался от мирского. У него ничего нет, у него нет материального. Он нельзя искушать отсутствием дома, денег, там, семьи. Он оказался тем, что... Если раньше, скажем, бесы на него атаковали через посредством чего-то, искушения, то тут нету ничего. Следовательно, бес предстает в самом сильном виде, в виде идеи. А идея как раз как мысль, она самая трудная, труднее всего работать с мыслью, которая внутри тебя. И вот это оказывалось самым тяжелым испытанием у них. Но есть масса примеров и в психологии на эту тему, и в других. Ну, что я могу сказать? Каждый из нас рано или поздно этот урок должен пройти, или, может быть, столкнуться с ним хотя бы. А уж пройти или нет, я не знаю, но... Ну, что вам помогло? Я... Мне помогает, опять-таки, мне помогает только одно. Я... Мир раскрыт. Мир... Мы не одиноки в нем. И все уроки уже пройдены сто раз. И до нас, и еще будут пройдены после нас. Следовательно, мы не уникальны. Поэтому не надо отчаиваться. Если ты не можешь пройти один, попроси помощи. Тебе помогут это сделать. Спроси. Ну, короче, нельзя бояться просить помощи. Проси, и будет вам дано. Понимаешь? Придут люди, придут советы, придет благодать. Придет, и вопрос будет решен. Главное, так сказать, на этом направлении задавать... Ну, двигаться, короче, любым способом. Вот. Осознать проблему. Ну, и осознание проблемы уже полдела. Как мой... Мне нравится, как сказал мой учитель на этот вопрос. Мир не так плох, как ты думаешь. Мир гораздо хуже. Вот. Поэтому не надо отчаиваться. Будет еще... Будет другие испытания и впечатления. Еще более худшие, чем это. Так что... Насчет дела... Я понимаю, почему. Потому что нам не хватает в мире доказательств того, что мы нужны. Нам нужны внешние доказательства постоянно. И когда их нету, человек начинает сомневаться. Правильно ли он это делает? Нужно ли это? Значит, надо найти круг единомышленников. Круг людей, которые могли бы тебе вступить в диалог. Которые могли тебя поддержать. В конце концов, человеку нужна просто любовь. Ну, теплота, понимаешь? И вот эта сила, она поддержит его в нужный момент. Потому что одиночество — это самое-самое тяжкое испытание. И на самом деле ошибка. Я бы не хотел, конечно, сейчас сворачивать на религиозную тему. А так как косвенно начинаю в это впадать. Но просто в духовной литературе на этот вопрос уже много ответов есть. И если действительно интересно, то просто надо набрать слово «Аккадия» и ответ будет получен. Здорово, спасибо. А какая по вашему связь между искусством и шаманизмом? Искусство и шаманизм. Ну, скажем так. Искусство как понятие светское. Или там европейское понятие. Оно все время менялось. Оно трансформировалось. Потому что задачи... Художник определял в социуме, определялся по-разному. И сам себя художник определял тоже по-разному. В разное время. Шаманизм, я думаю, он появился где-то, как понятие в искусстве, где-то в 60-х. Стало популярным, модным. Потому что в 20-м веке появились новые философии. И они все время развивались. И, по-моему, где-то в конце 60-х это было интересно. Шаманизм через наркотики, через принятие разных наркотических средств. Да, это вошло в тему. Шаманизм был, как и в Америке, через мексиканские, там всякие пиотли, так же, как и было за интересы к российскому, так сказать, тибетскому шаманизму, или там, Утгурскому и вот этих всех народов наших северных. Я не знаю, на самом деле, какое мое мнение, потому что, я думаю так, дух веет там, где хочет, в любой форме. Тут еще возникает путаница какая. Понимаешь, художник — это же социальное понятие. Вот мы сейчас с тобой говорим, термин «художник» возникает. Но мы можем так же это социальное понятие отобрать. Скажем, он не художник, а вот это художник. И тут же все перемешать. А вот в шаманизм мы не можем это сделать. Это отдельное, такое стабильное понятие. Это как раз-таки люди, занимающиеся духовными практиками, приносящими определенную роду пользу, то есть конкретную пользу. Они делают определенные действия у своих народностей, к ним обращаются. Это как бы представители семей. Более того, это такая переходящая из исторический, можно сказать, навык. А художник — это вещь приобретенная. Это выбор. Поэтому, стоит ли смешивать? Всякого рода прозрения могут быть у любого человека. А вот, если говорить серьезно о шаманизме, то мы, конечно, не можем в это вникать. Это какой-то, знаешь, я помню все эти времена, когда были вот в Сан-Франциско модные эти, господи, слово забыл. Водсток? Ну, вот стоп, хип, хип, хиперство, да? Вот эти хип-движения. Вот у них было модно свободная любовь, там, шаманизм и так далее. Но на самом деле это же все поверхностная вещь. Это же все было вопрос моды только. Никто в реальности этому не мог, что это такое на самом деле. Поэтому так и осталось модой. Вот вы говорили про вещества, вы сами какие-нибудь вещества употребляли когда-нибудь? Это я понимаю, что я не в полиции, но, наверное, нет. Нет, я этого не помню. Честно говоря, я даже не курил. Даже обычных сигарет. Мне тут как-то мои приятели, а давай. Я такой, а да, а потом думаю, да ладно, столько лет прошло, не пробовал, думаю, уж думаю, но я не буду. Пока как-то обхожусь. А как вы относитесь к художникам и веществам, художникам и независимости моих от веществ? Почему это вообще? Какая-то такая проблема есть? Да, мой отец. Мой отец сказал хорошие вещи. Когда я был маленький, он говорит, вот видишь, я курю. Я говорю, вот я дурачок, потому что я привязан к тому, от чего должен быть свободен. Я не могу бросить. Это как наркотик. И я был очень маленьким, конечно, не осуждал отца, потому что это все априори правильно, но когда он говорит, что это плохо, курить не надо. И я поверил ему и не курил. И просто понял одну простую аксиому. Все, от чего ты можешь отказаться, чтобы быть независимым, лучше отказываться. Потому что мы самоценны, мы самодостаточны. У нас в этом смысле нет такой большой необходимости в химических веществах снаружи для того, чтобы жить хорошо. В общем, я как-то так, меня Господь миловал, уберег. Я как-то мимо пронесло меня этого всего. Но у меня есть друзья, которые это употребляют. Я их не осуждаю. Они очень талантливые. Это их путь, их выбор. И опять-таки, у нас есть время, значит, есть время ошибаться. И время покажет. Может, я без этого во время не исчезну, а они останутся навсегда, как художники. Понимаете? Никто же не знает, чем кончится все. Я просто буду таким благоразумным, скучным. А они будут такие сумасшедшие, настоящие, торчки, которые вот так надо делать. Такое же тоже может быть. А каким будет искусство будущего, по-вашему? Откуда же я знаю. Предположение? Понимаешь, мое предположение такое. Вот, чтобы сказать, что такое искусство, нужно понять термин. Да? Вот слово искусство и слово арт, например, это разные понятия. Кажется, что это одно и то же, но в русском языке у нас искусство сакрализировано, очень сакрализировано, потому что для нас искусство – это как, это что-то священное. Это как вот Бог, например. Да? То есть, потому столько много споров. Это искусство? Нет, это не искусство. Это говно. Это нет, это хорошо. Это потому, что у нас слово искусство связано с тем, что на самом деле может быть только после того, как время пройдет и оно останется в истории. Станет таким, ну, незыблемым. Останется, запишется навсегда. А поскольку мы живем в процессах, мы сейчас сами что-то делаем, мы занимаемся творческим актом. Вот, заметьте, если я скажу, что я занимаюсь не искусством, а творчеством, никто со мной спорить не будет. А если я говорю, я занимаюсь искусством, многие посмеются. Понимаешь? Это правильно. Вот, поскольку мы живем в ментальности русского языка, у нас есть свои очень важные такие пункты для восприятия. Вот, и надо этого честь. И поэтому, какое будет искусство, я думаю, что искусства не будет, вообще не будет никакого. Знаешь, почему? Потому что мы движемся путем, путем, приближаем себя, свое тело к кибернетическому телу, к кибертелу. Мы уже перестали быть просто людьми, мы уже люди как бы с гаджетами. А я вот недавно был в музее в Маке, например, в Вене, где показывают, был такой Art and Robotics and Technologies, технологии, искусство, робототехника. Там искусственные органы, искусственные утру, там искусственные, я не говорю о руках, ногах, глазах, там уже все искусственное. То есть, есть масса элементов искусственных. То есть, выращивание детей, вскармливание детей, там, конечности, ну, всякие роды элементы. То есть, там одежда уже, которая сверх одевается как с элементами робототехники. То есть, мы движемся довольно быстро уже к созданию кибернетического тела. Так вот, что я хочу сказать. Почему искусства не будет? Того, которое мы сейчас подразумеваем, оно поменяется в корне. Потому что сейчас для нас искусство имеет ценность, потому что все, что мы делаем, мы делаем собственным телом. Танец, песня, там, пение, да, движение, рисование, это все связано с нашим телом как с инструментом. А теперь представь, что ты можешь этот инструмент просто купить. Ты можешь загрузить в себя какие-то данные. То есть, это всего лишь программа. То есть, ценности особо и не будет, потому что ты это не можешь заслужить. Ты можешь это просто даром получить. И меняется отношение к этому вещу. И как бы сдвинется все. И понятие искусства как таковое будет изменено. Это печально. Потому что, если скажем, вот что для меня искусство. Например, вот технология, искусство, это вещи совершенно противоположные. Смотрите, вот атомная бомба это супертехнологическая вещь. А меч, ну, это такая простая, кусок железа отточенный, фехтование на мечах ради убийства это тоже убийство. И атомная бомба, и меч сделаны для убийства. Но мы же понимаем, что фехтование на мечах это искусство. А нажать на кнопку атомной бомбы это не искусство. Хотя очень эффективно. Понимаешь? Ты нажал, все эффективно, все раз, все умерли, он победил. Но это не связано с искусством, потому что там нету сложности прохождения, осваивания себя сквозь сквозь жизнь. Сквозь ты как бы, чтобы овладеть чем-то, ты должен потратить свою жизнь, ты должен быть дисциплинирован, ты должен пройти свое испытание. В общем, это длинный-длинный путь испытаний. И искусство связано с путем испытаний. Понимаете? А если ты получаешь другое тело, которое может все время модифицироваться под эффективность, там нет этого пути. понятие искусства исчезает. Понимаешь? Возникает понятие просто продукта. И вот тут уже надо как-то по-другому это все называть. Надо переосмысливать постоянно эти вещи и может быть надо давать новую терминологию, что очень важно. И по-другому это в сущности надо побаиваться того, что происходит, потому что чтобы мы не сделали какого-то страшного последнего шага, из которого не будет выхода. Вот это важно. Хорошо, спасибо. Сейчас у нас будет блиц, на который нужно будет отвечать максимально коротко. Вопросов немного. Так надо сказать да-нет. Ну не да-нет, просто односложно как бы отвечать. Самое красивое место в городе. Да. Следующий вопрос. Нет, ну правда. Город. Хорошо. Любимый кинотеатр? Нету. Лучший музей? Эрмитаж. Потому что жена там работает? Потому что я там работал. Восток или запад? Восток. джазовая филармония или филармония Шостаковича? CD-диск. Последняя книга, которую вы прочитали? Лавр. Последний фильм, который посмотрели? Забыл. А. Не помню. Одно желание для золотой рыбки. Одно желание для золотой рыбки? Для золотой рыбки, да. Вашей. Не попадайся в глупца. Если бы могли встретиться с любым человеком из истории, кто бы это был? Из умерших? Ну, вообще, да. Любые, любые. Может, жив он сейчас. Я поставил в тупик. Хочется многих, но кого бы одного. С Адамом. Хусейна? Адам. А, Адам. Ого. Мегаполис или келья? Мегаполис. Что первое делаете утром? Открывай глаза. Самая вредная привычка? Не чистить зубы. Понимаю. Все, мы закончили. Спасибо вам большое. Очень здорово. Спасибо. 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 Продолжение следует...